всем привет дорогие друзья всем привет с вами буди enter и сегодня мы будем вам показывать рассказывать объяснять что такое граната с чем ее едят как ее использовать как ее таймить и все такое прочее на данный момент то что вы видите там нет дефолтный дефраг который буквально с настроенным конфигом вот но и все гранаты вот каким-то таким образом летят и взрываются что можно сказать про гранаты и все это все такое ну в общем это такое оружие оно стреляет да оно взрывается рикошетит от любых стен от пола от чего угодно летит она со скоростью 700 юнитов если я наберу где-то около 700 стрель на вперед то она приблизительно с моей скоростью будет лететь поэтому ее но ее перегнать легче чем ракет в кутре а рокет в кутре напоминаем что летит со скоростью 900 юнитов сплэш у гранаты чуть чуть больше чем у рокета кстати странно по моему то есть она больше дамажит больше радиус взрыва но сила взрыва вроде бы такая же надо может точно также просто радиус получается ради взрыва больше тайминг что по таймингу две с половиной секунды то есть она момент как я выстрелил две с половиной секунды она летит ударяется во что-то отскакивает и потом взрывается я сейчас покажу как делается это на дефолтном этом фраге на дефолтном квейк 3 для того чтобы люди могли как-то и ловить гранаты что они делали либо ну как как обычно кидается обычно граната под себя ждать надо обычно во сколько от пола и после этого и происходит и взрыв то есть мы это ставим два удара и потом прыгает внутри тема как раз оказывается около земли и и этот момент момент можно ловить что такое не получается в общем как то так что можно сказать когда я смотрю вниз я смотрю не ровно прям от 90 градусов по чуть-чуть вперед поэтому граната она ударяется и немножко прыгает вперед чуть-чуть это из-за того что я не могу прямо на 90 градусов да и на некоторых картах такой момент нужно учитывать потому что граната тогда может либо куда-то улететь не туда горну перелететь может быть границы там паника допустим маленькую но это надо учитывать что она все равно немножечко еще вперед класс вот если станет в стене и у стены стрельни просто то есть она в принципе когда стреляете у стены она задевает стену чуть-чуть отталкивается от нее и уже прямо под вас да то есть если я просто вперед стреляю она немножко выкакивает вперед приблизительно на мою модель на расстоянии а когда я стреляю в стенку она удаляется от этой стены и домой потом вырывается еще есть вариант тайминга ракет это когда мы начинаем стрелять и вот как то так то есть когда у нас много-много гранат на какой-то из карты мы можем имея просто стрелять во все стороны и и между таймить время взрыва то есть когда я просто стреляю вперед я не знаю и просто могу надеяться на а свои ощущения тайминга в этом роде попроще 23 и вот там тоже надо немножечко с небольшой паузы по моему да там не сразу чётко на сделку на 3 да она прям чуть чуть позже чем немного с паузы ну иногда но я видел реально так таймят и в принципе это удобненько и можно допустим ее поймите еще комбинируя с плазмой кидая ее наверх покажи как это бывает ну к стене а если такой способ тоже имеет мысли быть это связано жесткой скомбинированы с комбо криксом когда мы кидаем флагман вот как только раз да как только верно то касается пола и пролетает обратно нужно сразу стрелять ну обычно я там даже немножко задержку делаю между этими делами чтобы немного по идеальнее было доска мне не сразу же после пола чуть-чуть по почте подумался то есть по идее как только я вижу что она пролетела меня я делаю прыжок начинаю плазмить и высоко запаздную по идее на некоторых картах если плазмить надо не очень высоко то есть это дает там 0 1 0 то есть небольшое преимущество из-за того что она взрывается вот на этом расстоянии ты уже вот цирку вроде бы про классно однако если плазмить надо очень высоко то лучше прям чтобы она под тобой взрывалась так у тебя будет больше вертикальной скорости да и при комбинировать еще проще если у стены даже если необязательно у стены проще с прыжка стрелять если она особенно да но я всегда так стреляю то есть она взрывается немного повыше от пола и это тоже по моему поэффективнее будет чем смотри касательно взрыва в гранат прыжке и не в прыжке если мы стреляем просто под себя или даже приседе того граната ближе к земле присоединяется то есть на прям около земли и если около стенки это делать то плазмить или там сделать у меня будет больше вертикальной скорости потому что она ну как сразу только нажал прыжок меня гравитация еще не успела прицел к себе чем раньше все оружие использовать тем больше не будет скорость вот ну то есть да учитывать нам и к тому же если одно прыжке как бы если разница если я стоя стрельну под себя дождусь подпрыгнуто я прыгну на большую высоту чем если я в прыжке там также выстрелю и потом потому что она чуть выше взрывается и у меня будет меньше вертикальной скорости когда я ее ставлю вот однако такие такой способ когда ты прыгаешь стреляешь он имеет место быть особенно когда нужно прыгать вперед потому что она взрывается чуть выше если я буду там цирку джамп и и ловить эту гранату то она мне будет больше так горизонтальной скорости то есть если граната взрывается здесь а я в это время я лечу наискосок ну прям вот как туда нам не будет больше вертикальной скорости дает однако если она открывается повыше явных модельку здесь находится она мне дает больше горизонтальной скорости то есть геометрии в общем уже да да геометрии и получается что если я прыгать у меня будет больше горизонтальной я больше скорости даже геометрии и физики на физика наверное больше чем геометрии ну по сути так ну в общем то с гранаты можно так также делать еще граунд буст да это вообще отдельная такая вещь граунд буст это когда гранаты стреляются куда-то ну что такое граунд буст мы уже объясняли в принципе ну то же самое что и с руки нам просто граунд буст он же как появляется от сплэша получается от урона который ты получаешь и нужно просто получается словить урон от гранаты на такой же высоте на которой примерно ты получаешь урон от рокета наверно так как нужно игру половить словить урон от гранаты прямо перед касанием земли чем меньше будет промежуток тем лучше вот и все почему для граунд буст да то есть ты рокетом прямо перед приземлением постреляешь рокета гранаты точно также прямо перед приземлением ты получаешь урон от гранаты и начинаешь буст или нет нет можно можно нет вы просто полегче будет немножко если ты ее будешь закидывать наверх и она будет тебя вбивать в землю ну да она мне будет сбивать и получается мне нужно точно точно стаймить этот момент то есть если я но надо должна быть не очень в общем-то близко к земле она должна вас она должна выдавать диагонально вниз скорость я уже изучил свои силовые бусты ну это такой весьма техничный момент и он в принципе используется крайне редко насколько я мог заметить ну почти используется редко но помнить об этом стоит и в принципе уметь это делать тоже стоит потому что иногда это может дать очень большое преимущество вот а сейчас после того как я все это показал я переключусь наверное на другой сборку дефрага другая сборка с читами где очень удобно все таймить очень удобно все это видеть это наглядно показано в принципе все это вы услышите и эту сборку если что можно скачать в ссылке в описании так сейчас я выйду из этой старой и сейчас я покажу чем разница между ними вот тоже разница текстуры это ладно это у меня стоит так год и что там еще надо было и и Как вы можете слышать, в этом паке был модифицирован звук граната. То есть, она каждый раз, когда выстреливаешь, воспроизводится звук. И звуки в Quake 3, как и большинство текстур, можно заменять. Моделей тоже. Ну и я так подумал и решил заменить звук, чтобы мне было удобнее таймить звук граната. Потом, через какое-то время, когда люди об этом узнали, появилось множество различных звуков, модификаций. Вот этот звук я вырезал из радиомаяк, которое лично вырезало, лично обрезало. Да, это очень веселая история. Есть звуки, сделанные другими резьмы. К сожалению, у меня пока нет, но их можно найти. Там и тайминг бывает другой. И, в общем, можете сами себе сделать из чего угодно вырезать. Главное, чтобы отложительность была 2,5 секунды. Ну, я, в принципе, их пробовал, другие вот виды модификации звука гранаты. Я их пробовал, и могу сказать, что самый оптимальный, самый нормальный, это у тебя все-таки. Ну, он более такой какой-то и приятный, и ненавязчивый. Ну, не сильно бросается так в уши прям, чтобы было неприятно. И таймить, в принципе, удобно. А пики как определять по пикалкам тогда давай? Расскажи нам. По пикалкам? Что надо определять? 2, 3, 4. Бум. Бум. Ну, как бы я 2,5 секунды определил на 5, и пикает каждую 0,5. Да. Каждую 0,5 у вас пикает. И получается, что вы просто ждете 5, потом прыгаете, и все. Ну, если вы, конечно, будете его использовать. А это помогает на местах, где, там, не знаю, одна граната или на какой-то вперед сострелять. Либо вперед, либо вы таймите с олбом, либо с кнопкой, с какой-нибудь. То есть это, в принципе, по пикам очень удобно для себя определять. То есть, допустим, на третий пик там надо будет идти, чтобы обсловить, да? Как бы. Ну, я делал даже такие триксы с бустом. То есть я стрелял, там, не знаю, гранатой и ловил, ну, сделал буст на гранате. То есть... Ну, я делал, да, почти то же самое. В принципе, я кидал гранату под себя и ее с бустом тайминг. То есть прыжок плюс буст получается. Ну, да, вот, что-то типа того. Вот. Ну, и в принципе точно так же все получается. И взрывы гранат можно таймить. Ну, в принципе, в общем-то, у вас остается с этими пиками. У вас все то же самое. Просто это теперь, благодаря энтуру, это стало намного удобнее. Может быть, да. Это намного стало легче все делать. К этому, возможно, даже нужно привыкать. Никто их вроде как не запрещает. Что можно еще рассказать про всякие триксы с гранатами? Ну, есть кнопки. Можно отправиться на карту. Давай сначала чуть-чуть про другое. Ну, хорошо. Ну, во-первых, есть джампады. Некоторые джампады подкидывают совсем не сильно. То есть, чтобы словить на джампаде, точно так же ты не стреляйте гранатой. И потом прыгайте на него. И ловите ее. То есть, так же под пикалками, или не знаю, по местам, где он отрывается, можно определить. Есть джампады, которые тебя подкидывают совсем чуть-чуть. Правда, я не знаю, здесь есть такие. Совсем не высоко? Да. Вот здесь, по-моему, по центру такой. Все равно высоко. Все равно высоко. Ну, на таких джампадах обычно можно... Сейчас, здесь. Все равно высоко. Можно где-то в середине полета стрелять вниз, так, чтобы он себя ловил. Ну, чтобы выпадал ловить гранату. Ну, то есть таймить можно вообще совсем подряд. Можно как угодно вообще это делать. Как вам удобнее. В принципе, то... Еще существуют способы на многих картах с гранатами. Давай я просто карту немножко другую построю. Ну, давай. ГЛТРТ. Так проще будет. Блин, что я сделал? У тебя сейф пол слетел сейчас. Блазве. Ну, или не слетел. Ты не должен быть. Какую карту ты вот эту? Давай, показывай. Сейчас я... ГЛТРТ. 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 А можно уже... Четыре буковки. Да, я покажу. Я просто сейчас хочу выемку показать на стене. Там она есть и... Как она используется. Потом зовут М. Да, ДСРАН. Да, ДСРАН. Что там пишет? Систем мод чейнджет. Дискарки сервер. Ой, ладно. В общем, на многих картах с гранатами ей бывают вот такие вот выемки. На стене. И плюс в том, что в эти выемки можно закидывать гранаты. То есть, вот, кидаем вверх, и она там застревает. И она застревает, опять же, за счет того, что вы не смотрите прямо-прямо над собой. То есть, на 3 градуса у вас все равно получается угол меньше. Поэтому она, когда она льет прямо вверх, когда чуть-чуть вперед, за счет этого она как раз вот туда попадает. И таким образом можно гранаты использовать. То есть, одну вниз, одну вверх. И с двух взрывов подлетаем наверх. Что я могу еще рассказать? То, что нам в большинстве карт с гранатами нужно стараться как можно раньше выстрелить гранату. Чем раньше вы выстрелите, тем лучше будет. То есть, например, этот трюк. Вот после того, как мы запрыгнули сюда, нам нужно двигаться, что-то делать. Можно, вроде как, уменьшить время прохождения, если вы... Ой, я рано вперед выкидываю. Если вы в полете вверх выстрелите, вот. Таким образом можно уменьшить время запрыгивания наверх. Ну, в общем, на многих картах это такие небольшие плюсы, которые можно использовать. Да, ну надо стараться просто, если есть возможность, гранату заблаговременно кидать. Потому что ее все равно надо ждать. И пока вы, возможно, где-то летите, где-то что-то прыгаете, можно кинуть гранату. Пусть она себе там пока болтается. Надо бежать до нее, а потом ставить их. Это, конечно, в большинстве случаев это достаточно технично. Как бы, ну, не каждый, возможно, сможет сразу вот прям сходу так делать. Но это, в принципе, очень полезно, потому что реально экономит очень много времени. Можно еще сказать, наверное, немножко про модели. Ну, что сплэш обычный. С гранатами можно делать триксы. Когда ты стреляешь в человека, ты получаешь сплэш и взрываешь. Взрываешься. Давай об меня делай. Да. Давай на счет 3 гэджа. Давай. Раз, два, три. Чего-то я не спел. В общем, можно, мне кажется, даже вдвоем так делать. Раз, два, три. Ну, можно, кстати, я могу об тебя гб наверх, ты об меня сделал. Сделай об меня гб как об стену. Не получилось. Да, еще. Да ладно. Да, ладно. Ну, вот обычный. Да. Да, как то же самое. То есть, с гранатой, по идее, можно все то же самое делать. Да. Если есть кнопка на стене, и она взрывается, то точно так же можно делать, как рокет буст. То есть, гранаты, стену, получаешь сплэш и буст. Ну, то есть, рокет буст с помощью гранаты. Ну, подробнее по кнопке можно, наверное, залопать. Да, давай карту, как она там была. Ой, нет, 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 нет. Третью. Ф2. Я случайно. Я случайно 2 нажал. Вот, в принципе... Вот, в принципе... Последний, наверное, момент такой, касательно конструкции карт и использования гранат. Сохранился сейфпоз. Я сейчас нахожусь в комнате, где у нас есть кнопка на полу. И, что можно про нее сказать? Когда мы попадаем не гранатой, а граната взрывается. Ну, как можно здесь сделать? Гринаджамп от пола. То есть, типа рокет джамп, то как гринаджамп. Можно... Ну, чтобы высоко подлететь, на многих картах планируется таким образом делать... 2, 2х гранатжамп. То есть, предполагается, что мы стреляем гранатой. И, когда она приземляется, мы сделаем 2х. То есть, ждем, когда она взорвется, и прямо в момент взрыва делаем, типа, гранатжамп. То же самое можно делать, запуская гранату наверх, допустим. Но наверх, по-моему, медленнее будет. Ну, как по мне, так удобнее таймить. По крайней мере, если вы новичок, вам так... Ну, смотрите, если вы бежите, например, быстро-быстро-быстро-быстро, то есть, во-первых, так проще место находить. Потому что вы бежите, стреляете куда-то вверх, и потом она точно приземлится в кнопку. Да. Но дело в том, что когда ты стреляешь вниз, то есть граната прыгает один раз и тут же взрывается. А вверх она, как-то, подлетает. То есть, это, да, чиниз, в принципе, выгоняй. Либо об стену, допустим, можно... Может быть. Но вот здесь это... Здесь стена далеко. Да. Но, по идее, ты себе говорю, то есть, когда бежишь, можно стрельнуть вверх, а потом в полигра, либо нужно бежать, останавливаться, где-то выгоняйся, перед, прям, перед кнопкой стрелять, и потом уже ловить на граната. Либо находить примерно угол и стрелять перед собой в стену, если она есть. В принципе, тоже можно. Ну, наперед ее кидать, и она... Не, не, а прям в стену кидает. Вот, да, типа того. Можно так еще. Но это все зависит от конструкции карты, либо прямо в стену, либо по бокам, как-то может... Использовать отскок, отскок этой гранаты. Да, либо вообще наперед, если у вас скорость больше 700, упс, можно вообще наперед просто ее закидывать, обгонять ее и сразу... И потом не ловить. Да. Ну, тут все моменты техники. Выключим. Что еще можно рассказать про вот эти гранаты? Про то, что кроме 2х гранат-джамп, существует 3х гранат-джамп. То есть, если вам нужно подлететь там очень высоко куда-то, без оружия, без всего, то есть нет ни застыпов, как типа здесь. То есть, здесь, например, я могу с 2х сюда вроде бы залететь. Однако, если тут нет выстыпа, и он там выше намного, приходится делать 3х гранат-джамп. Как это делается? Есть, ну, я знаю, в принципе, два стандартных способа. Первый вариант. Когда мы стоим вот где-то на таком расстоянии от кнопки, стреляем вниз, еще раз вниз, и потом, в момент, когда они в 2 касаются кнопки, стреляем еще раз. То есть, делаем гранат-джамп. То есть, это не подряд 3. То есть, это 1, 2, чуть-чуть ждем, и потом они 2 вместе взрываются. Ну, и получается по таймингу так, что, получается, вторая граната приземляется одновременно с выстрелом... Ой, первая граната приземляется одновременно с выстрелом второй. Так получается. И за счет этого, у них областа все равно одинаково уже на одной высоте стоите. И за счет этого они вместе потом падают. Ну, не то, что вместе, по-моему, вторая чуть-чуть позже, но это будет такой маленький мизер, что это вообще никак не влияет на высокую массу. Ну, да, там, это такой момент. Ну, по идее, то есть, первая граната приземляется на пол, а потом на кнопку, а вторая граната приземляется прям сразу после отскока на кнопку. То есть, первая раз, два, три, вторая раз и взрыв. Ну, в общем, как-то так. Второй способ, это вот стрельба вот как-то боком. То есть, когда мы знаем то, что гранаты после взрыва немножко вперед отскакивают, это есть возможность стрельнуть, сейчас я вспомню, как это делается, вперед, подождать немножко, стрельнуть второй раз, потом они вместе взорвутся. Этот вариант более тонкий, то есть, они прям, можно пиксель, ну, не пиксель, прям в один фрейм они могут взорваться. То есть, можно второй выстрел немножко контролировать тайминг. И, то есть, ну, и плюс они взрываются спереди, то есть, нужно делать первый выстрел, второй выстрел, и потом делать 3х. То есть, вроде как, таким образом можно больше усыку набрать, но, в принципе, это прям очень редко, где-то что-то дает. Нет, плюс не надо вот так вот извращаться. Ну, как я говорил, то есть, стреляем вперед, поворачиваем немножко в бок мышку, чтобы после отскока граната заболазить сбоку. И у них, получается, первая взрывается чуть спереди, вторая чуть слева. То есть, немножко расстояние есть, но, в общем. Почти как 2х рокет, в принципе. Ну, вот, в принципе, два таких способа использования 3х. Существует, наверное, 4х, даже 5х, но они возможны только с... Или нет? 4х. 4х возможен даже без хейста. Я покажу даже демку, где люди так делали. Обычно 4х можно сделать с хейстом очень попроще. И с хейстом можно даже 5х сделать, но я, к сожалению, не имею такой демки. Ну, это очень сложно. В принципе, можно обратиться к любым триксерам, что ли, которые занимаются конкретно триксами. Они... Если вы поймаете однажды такого на серверах, не упустите возможности с ним поговорить, потому что он может много интересного еще рассказать вообще, что, как можно комбинировать помимо дефрага, потому что на одном... Ну, на одних картах дефрага не реализуются все возможности оружия. Так что всегда есть... Как сказать? Всегда можно придумать что-то новое. Сейчас мы будем, наверное, смотреть демки. Я, конечно, я не знаю, насколько люди привыкли к такому большому количеству пищаний, когда куча-куча гранат все пищит-пищит везде. И... Ладно. Но надеюсь, что нас не сильно влияет. Вот. Я накопал несколько демок, 16 штук, что ли. Да, также спасибо Яксу за помощь в поисках. Дал определенный список карт, по которым мы смогли найти демки. так что... Будем смотреть как сверху вниз, сверху можно. Хорошо. Будем... Нет, сначала без этого замедления. Просто танкел один, но и плей. Гипс, Россия, Краснодар. Карта 2, Блур. Карта ВК-3. Вот эта карта, она вообще была рассчитана на двоих игроков. Но здесь человек прошел ее с использованием во-первых, он проходил ее один вместо двоих. То есть по идее рассчитано то, что карта проходится вдвоем на тим-сервере. Один человек стреляет в Сарому, второй ему помогает рокетами, плазмой, еще чем-то. И они вдвоем проходят до пениша. Здесь Гипсом удается пройти в одиночку. Он прошел ее очень быстро стреляя гранатами наперед. Прям и очень хорошую тайну не поставил. Прям деспеку. Следующий смотри, тебе это замедлил? Ну, замедлим, да. Не знаю, тайм с кейлс ков 0.7 немного помедленнее. 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 стены or 0.5 0.5 0.5 0.6 0.5 0.5 Нашación 0.5 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 задротски прям следующее beer tricks 1 1 528 play это карта буквально просто с одним триксом который сейчас можно будет увидеть вот как то так он выглядит на самом деле новичку будет сложно мне кажется пройти эту карту прям потому что там очень большая яма и просто одна выемка куда и очень маленький старт то есть не получается набрать достаточной скорости чтобы не знаю со стрейфом как-то это готовить еще что-то сделать и приходится граната куда-то наискосок вперед выемка кидать потом ловить ее в прыжке с первой гранаты вот будем замедлить или нет да да давай все посмотрим если что в стальске он на всех все кроме наверное моей которая до 3 минуты идет ну да вот то есть в прыжке кидает вниз чтобы больше горизонтальной скорости иметь попадает граната это выемку и вот я убирано то хорошо долетает до финиша ну начальный игрок начального уровня так скажем первого левела не поймет я думаю даже какая проходить как юда проходить если не знать вот принципе как на самом деле использовать гранат на самом деле в cpm я эту карту прошел просто с прыжка даже я не знал про эту выемку но к сожалению тайм получился помедленнее потому что я только с одной гранатой проходил ну да там скорость получается поменьше следующая демка деф раунс хаджа ти плей карта на 17 секунд проходил я не буду проходила и не было американский дефрагер идет 3x от вверх и от стенки граната наперед которая ловится еще граната еще одна выемку как раз и вот в конце вот такой дабл джампа пиксельные выемку очень хорошо прошел вот да к сожалению на этой карте я тоже когда-то проходил но я не знал про этот пиксельные выемку может быть это бы давал ну если бы больше надо бы не знала я бы смог перебить с 05 посмотрим ну посмотрим да 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 давай интересный но он все равно прошел очень быстро все что можно то есть ну очень хорошо затаймил на старте при и горизонтально прям сразу в выемку попал напад не прилимлялся стрельнул наперед чтобы ее словить хорошо ну подпрыгнул специально пораньше наверное чтобы высоко не пропитать времени тратить да чтобы сэкономить опять же здесь две гранаты от стенок гранат джамп и опад и здесь притормозил немножко и сделал дабл джамп вот очень хорошая демка красивейшая я завидовать начал следующая демка глт 2 206 кул дили из терминатора олимпик беларуси все такими да ну граната в заднюю стенку стрелял с плазмы и словил еще одна граната в заднюю стенку и страшка и ловит ну то есть вот эти гранаты которые вот они те же самые гранаты наперед просто нашел примерно угол куда нужно кидать и сэкономил на этом очень много времени секунду секунд девять наверно но относительно тех кто пешком доходил до краешка ямы потом кидал под себя и ждал пока здесь начало я не помню как она сделается почему в принципе все демки такие обрезаны до начала там 4 летами резет он выглядит очень хорошо я словил хорошо следующая демка на карте глтала очень известная карта очень старая на ней очень много народу играла проходила пыталась перебить всех кого можно но и принципе для игроков наверно начальный уровень тоже подойдет на ней на этой карте есть гранаты есть хп и постоянно увеличивающиеся разные высоты паники все это проходится опять же гранаты наперед здесь очень прям хорошее начало прям удивительно как вообще рассчитал углы и куда стрелять давай посмотрим на таймскейле опять на 5 здесь он значит берет гранаты кидает от себя находит правильный угол стреляет прям сразу прыгает в полете кидает третью гранату вторую кидает четвертую третью и ловит это четвертую затем он кидает 5 граната под себя наверное можно было даже заранее попробовать но сложно ее на институт там прям эффективно подниматься здесь как раз граната в выемке должна взорваться и два раза такой трикс граната 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 и граната в выемке и retrou. Очень прям хорошее проходство на оперед идеально можно сказать за поймела особенно последние тайминг.he очень идеально стою Следующая карта демка ГЛТРТ, я проходил эту карту на плей, который показывал как тут проходить, то что я нашел, то что здесь сначала есть выступ такой маленький, на этом выступе если очень прям постараться можно с него сэкономить прям кучу времени, граната наперёд ловля гранаты с джампадом, граната вниз в выемку и заранее здесь себе можно перепрыгнуть через эту яму просто с тобой набор, и здесь граната наперёд, чтобы после джампада её ставить ну очень тоже круто вообще, энтер в принципе славится своими вот такими выходками иногда что можно здесь рассказать, начальная среза прям она несколько секунд дала относительно топ 2 и дискрут там было, потому что никто её не использовал и её на самом деле сложно сделать только энтер мог такое использовать я думаю здесь очень далеко лететь прям я из прыжка нужно еще вторую яму перепрыгнуть вот заранее кидаю гранату где-то куда-то под правильным углом низкосок наверх, которая Взрывается, падает на джампад и потом лосс выкидывает, если вы ее ловите правильно. Вот. Да, такая карта, ну с гранатой вообще сумасшедшая карта, я не представляю как люди их играют. Таймскейл 1. Гренадепова 1. Ладно, play. Эта карта прям сложная для прохождения, я ее по-моему до сих пор не прошел, а в основном проблемы из-за второго или третьего трикса. Тут нужно в кнопочку пострелять было, здесь новля гранаты и выстрелы заранее. Здесь выстрел гранаты и новля ее. Вот этот трикс, который самый сложный. Да, это жесть какая-то вообще. И с плазмом поле наверх. Я, я честно не помню. Вроде бы я и даже проходил. Самый сложный трюк это когда он граната кинул в лаву и потом прыгнул на лаву и как-то там поймал гранату так, чтобы она тебя таки дальше. Ну это чудо в тайминге просто я не смогу. Ну или тайминге или рандом. Не знаю как так получилось. Ну и последний трик с плазмом он тоже не такой простой. Там можно по правильным углом с правильной скоростью до плазма играть. Так, ну давай 05 и еще раз пройдем. Посмотрим. Плей. Ну что здесь. Стреляешь кнопку тебе дают гранату одну. Потом ты прыгает и стреляет. Там еще одну кнопочку. Которая дает еще две гранаты. Здесь он эти две гранаты вперед кидает. Берет третью. Здесь берет четвертую. И вот с этой вот третьей гранату допрыгивает дальше. Сначала тоже сложное не такое простое. Здесь каждый раз дают по одной по две гранаты. Депально. Вот. Теперь они в их три. И он использует них. Две из них. И здесь он выпрыгивает из лавы. Ну не знает, что часа какие-то. Бывает и такое. Рокки джамп сделал. Ну он гранат рокки джамп. Ну он гранат рокки джамп. По всюду. Ну не 2x. И с плазмы на финиш. Вот. Будем мое сейчас, но если потом. Ну можно на завершение там в принципе много всего. Хорошо. Следующая демка. Миаджо. 18.5. 668. Таймскейл 1. Плей. А. Я не так давно. Не помню месяц или два назад поставил на ней тайм. Здесь очень много гранат. Сверх гранаты. Стрельба в выемку. Вот. Стрельба второй. Счетная граната наперед. Установлю ее. Ну очень классные гренки тут. Карта в принципе динамичная. Да. И в конце несколько ракет. Буквально 4 штуки. Вот. К сожалению. Поприседать еще. К сожалению. Извиняю. Финиш можно было там на 0.2. Если сразу в яму залететь. Но. Ну. И так бать. ВР неплохо. Так. 0.5. Стаймскейл. Плей. Что про нее можно рассказать. Здесь есть несколько сложных триксов. Во-первых. Чем раньше ты выстрелишь. Следующие гранаты. И вот здесь вот я пораньше. Наискосок. Поиграться и стрелял. Чтобы она как можно дальше улетела. И здесь тоже как можно раньше старался стрелять. Ну плюс тут еще ограниченный хейст. То есть это тоже надо учитывать. Да. И вот это вот запрыгивание на самый верх. Оно очень сложное. Идеальный гранат надо строить. Причем из граната которая прыгает где-то по полу. А не просто под себя. Ну да. Это на самом деле сложно. Ну если вы начнете как бы играть. Сталкиваться с гранатами. Вы это на своей шкуре все ощутите. И на самом деле у вас понимание будет получше. Того о чем мы говорим. Если вы не знаете еще как это и что это. И в принципе эти же самые карты можете играть для тренировок. Для тренировок. Да. Если получится пройти. Таймингов в принципе. Следующая карта. Нейд тест. За двадцать две секунды. Трешер обыку 3. Так. Тайп скейл один. Плей. Я ни разу эту карту не играл. Просто нашел демку. Он дает гранату вперед. По кнопкам открывается дверь. Здесь выстреливается. Ну не он сам граната стреляет. А они вылетают. Тайминг гранаты с обом. Граната вперед. Несколько от стены. Ловля ее. И ловля гранаты с фольтерпол. Тайп скейл. Кнопку она. Ну вообще жесть какая-то. Вроде сошла. Сейчас. Что я только что посмотрел. Таймскейл 0.5. Плей. Карта. Ну все что будем сказать. На триггерах. То есть вначале он подбирает десять гранат. Сидает одну вниз. Одну вниз. Косок. Ловит первую. Нажимает кнопку. И ловит вторую. Когда он проходит триггер, здесь выстреливается граната. Он ее ловит. Нажимает кнопку, выстреливается еще одна граната. Он ее ловит с оба. Делает оп и гад отрывается. Дальше он стреляет гранатой наискосок и из прыжка ее должен словить. Потому что здесь отбирают гранаты. И вот после этой последней кнопки граната взрывается в... Ну офигеть вообще. Я не знаю что сказать. Очень классная демка, техничная карта. Советские дефраги могли, умели, делали. Следующая карта, к сожалению, не VR. У меня есть карта с демка с VR. Ну ладно. Ну я поставил 8-4, но черт, я забыл таймскилл. Давай это посмотрим. Play. RDS Comp 0.29. А, черт, я забыл таймскилл. Поменяй на ходу там. Таймскилл 1, еще раз демка с Play. Карта в принципе с 3x, с четким точнейшим 3x. Да. Вы просто идеально словите 3x. Гренат джамп. Так. Ладно. Теперь ставим skill 0.5. И Play еще раз. То есть, карта простенькая. Здесь сначала с рамп подпрыгиваем, запрыгиваем в окошко. Прыгаем до гранаты, подбираем ее. Пытаемся сделать здесь правильное строить 2 гранаты. Чтобы потом их словить. Там буквально в прейм нужно попасть. И летим на финиш. Выглядит просто, на самом деле это нифига не просто. Да, на самом деле это очень. Но это все выглядит просто в принципе. Выглядит то все типа, о, ну тут да, немножко типа придрочиться я так же смогу. Нет, не сможешь ты. Ты попробуй поиграй. Это жесть. Следующая карта. Run Huffins 5. 5, да, 5. 5, 640. От Dexa. Play. 5 секунд. Очень хорошее вообще прохождение. Граната прям сразу. Кнопку. И финиш. Ну жесть. Что произошло? Давай time scale 0.3. Что по мере не бывает. Давай. Play. Так как карта на 5 секунд внутри думаю. Сойдет. В начале чем? Прыгает из телепорта. Стреляет гранаты вниз наискосок. Чтобы потом словить. И стреляет гранатой в кнопку, которая открывает двери впереди. Стреляет гранаты вниз просто чтобы по таймам. Правильно все. А там не появляется ни кнопка ничего? Нет. Стреляет граната вперед, которая стреляет в пол. И потом здесь делает 2х. Стреляет заранее гранатой. Да. Вот как раз была скорость у него 710 юбс. И в принципе он ее кидал на скорости 690. И словил точно ее на скорости 710. То есть ну вот такие вот. Ну и плюс граната сама по себе когда влетает 700. Но есть же гравитация, которая к себе притягивает. И после отскока она немножко замедляется. Ну то есть это все надо рассчитывать. Да. Так. Ну что ж. Таймскейл 1. Следующая демка. Run. Сектор. Не давай ее чуть позже. Сначала SDC посмотрим. SDC 0.9 FM 10.8. Play. Так. Что можно сказать. Здесь карта с выстрелом наперед гранаты. И 2х от кнопки. Нафиг. Нафиг. С одним точком. То есть не так сложно. Ну как выглядит. Ну просто тут суть карты в том, что нужно сделать по высоте достаточный 2х от горизонтальной. Да. От кнопки наскосок назад. Вот. А не просто вверх или вбок. Так. Таймскейл 0.5. Play. Вот на самом деле она подойдет вам если что как начальная. так скажем. Ознакомиться. Что такое. Не знаю сколько. Вот он стреляет гранатой в стенку. Она так где-то прыгает. Протаймил точно чтобы она прям после приземления взорвалась. И используя гранату стреляя в пол. И от стены вроде как очень высоко и далеко долетает до финиша. Вот. 108. Так. Таймскейл 1. Давай теперь вайпер 10.6. Гранд сектор карта. Как раз то что я вам показывал. Ой не показывал. Рассказывал. Плей. Что здесь сейчас. Видите. Что здесь сейчас произойдет. Человек стреляет вниз. Вперед. 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 И. От стенки. Сделает 4 их гранат джамп. Граната вниз. Ловит ее с рокетом. Стреляет плазму. И заплазнает наверх. Жесть. Хе. Таймскейл 0.5. Что можно сказать про эту карту. То что во-первых здесь двери которые сами не открываются. Открывается только когда в них стреляешь. Здесь. Ладно. Даймус. Плей. Еще раз. То есть он стреляет в двери, они открываются, подбирает гранату, стреляет гранату вниз, в стенку, еще раз в стенку, и четвертая гранату стреляет тоже в двери. Когда стреляешь в двери, они дают сплэш, то есть взрываются, поэтому у меня получается 4х. На самом деле очень сложный трюк, вообще не такой простой, чтобы все 4 гранаты взорвались. Это надо очень много времени на него потратить. Да, и рассчитывать. Здесь на самом деле еще проблема в том, что когда взрывается первая граната, дверь тоже начинает открываться, и вторая может не врезаться. Надо, чтобы они прям одновременно взрывались, когда касались этой двери. Я пробовал, у меня не так просто это сделать. Дело, но сложно. Следующий, раунд сектора 7 и 8. На той же карте человек, который прошел протон на 3 секунды быстрее. В чем прикол? Play. Сейчас узнаем, в чем читы. Ой, у меня скилл не увеличен. Я сейчас выключу, там скилл 1. Дай у нас, play. Делай 3x. Сейчас, раз, два, да, 3x от стенки, ой, от кнопки, граната, стенку и с трех ракетов. Протон хитрый. Тут весь прикол в том, я так понимаю, что он взял еще дополнительно хп, что ли, да? Нет. И за счет этого смог подняться с ракетами на финиш. Нет, нет. Дело в том, что когда приземляешься просто на гранату, там тебе дают, ну, знаешь, просто приземление, там 2 ракеты, где ракеты. А если ты упадешь в телепорт, то тебе дают на 1 лишний. А-а-а. Протон хитрый. Там, на самом деле, очень не так-то просто это обнаружить. Оказывается, вот, если ты упадешь в телепорт, то будет 1 лишний ракет, и можно пройти карту, используя этот ракет быстрее. Давай еще раз на 1.05 быстрее. Он использовал 3 гранаты, то есть можно сделать 4, но с 3 вроде как тоже на такую высоту получается, получилось у него долететь. Они тоже нехило такой прибавку дают в скорости. Не знаю, зачем весь рак съел, полсмерял. А, поднял хп, чтобы побольше было. Стою гранату очень высоко, плент не хотел. Стрелил гранаты здесь заранее в стенку. Упал силикорд, получил. Три ракета как раз. И граната плюс ракет. Раз, три, два. И последний ракет позволил ему залететь на финиш. Ну, очень технично. Так, таймскейл 1. Следующая. Так, ну и моя, по-моему, дэнка осталась, да? Да, на завершение всего видео. Теймскейл 1. Теории. Я проходил эту карту очень долго, но прошел вроде как. Очень много там разных триксов. Ну, почти 3 минуты гранат. Я не знаю, каким человеком надо быть вообще извращенцем, чтобы это проходить, чтобы это затрачивать. Ну, интер молодец. На самом деле, большой-большой молодец. Он любит такие карты. Граната в стенку, чтобы было ранее. Ну, граната раньше взорвалась. Граната ставит еще одна наперед. Здесь прыжка по падам. Прыжки. Здесь, на самом деле, с помощью кучи скорости перепрыгнул вот эту яму. Хотя надо было лишний гранат использовать. Здесь две гранаты наперед. Прыжка. Тоже не так-то просто это делать. Нужно правильную скорость иметь. Ну, да, кстати. Здесь нужно сделать тоже наградную гранату больше. Я долетел, да, все-таки, до этой кнопочки. Здесь граната с кнопкой. Лучка боялся сразу прыгать. Ну, в принципе, тут ты бы не долетел, по-моему. Ну, да, я тоже думал. А то он притормодил немножко. Граната наперед, чтобы прыгнуть через яму. Здесь... Ну, все максимально быстро. То есть, где можно, Enter использовал возможность скинуть наперед, чтобы пройти как можно быстрее. Здесь, вот, у нас тоже не такой простой трикс. Две гранаты. Здесь граната с... С... Складом. Еще одна граната наперед от стенки. В общем, большая карта такая сложная. Здесь я спидал вверх, потому что нет краешка, который можно гранат выставить. Вот можете, кстати, с нее начать. Вот это очень классный момент, мне нравится. Когда в пропасть, так. В принципе, начать тренировать гранаты можно и с нее. Тут очень много вариаций. Вариаций. Граната. Дырочку наперед. Здесь схватом в воде. И здесь наперед не получится. Так просто стыкнуть. Ну и без гранаты пинтишку. Два сорок один. На самом деле, очень сложно было пройти эту карту. Вообще без фейлов, без ошибок. Но получилось. Да. Может поздравить Энтера с такой победой. С собой даже больше, наверное. Потому что это надо. Очень много терпения было. Так. Теперь я сейчас. Кратце переключусь на... Сцену. Так. Браузер. Что это за сайт у меня сейчас? У меня сайт fmschool. То есть, kutryfarsh.narod.ru Slash fmschool fmschool.htm На этом сайте есть информация о... Прямо почти всем по дефрагу. Прямо много всякой информации. Вот, например, гранаты. Про которые здесь рассказывается. Там ее скорость. Как она летит. Как использовать. Триксы. То есть, как прыжки. Здесь даже есть несколько демок. На Q3DM6, Q3DM17 в каждых. Которые можно тоже посмотреть. И, в общем, очень советую. Я его прям весь перечитал. Здесь также есть информация про всякие бусты. Правда, они находятся в разделе CPM. Но все равно здесь много интересного. В общем, советую почитать новичкам. И все это вообще-то и читать. Много хорошей информации на нем есть. Ну и почаще заходить на сайте фрагрупов. Играть, участвовать в компетичных. Да, спасибо всем, что посмотрели. Спасибо Enteru за то, что предоставил нам очень много информации. Собрал все эти демки. Спасибо также Ajaxu за то, что помог собрать определенные карты, где можно было это все посмотреть. Все эти демки в паке приложим ссылкой в описании, чтобы где-то скачать. Также сами посмотреть. Ну и тренируйтесь, играйте. Да. Присылайте демки. Будем ждать. Всем спасибо. Да, всем спасибо. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok